кто друзья читаем вашу переписку как вы оцените сорт белый олив великолепно знаете есть таки у меня сейчас он есть одно единственное дерево я его так беру что я даже до сих пор с него ни одной веточки не срезал на прививку расширять сделать серию белых наливов лучше бы конечно надо иметь строковой вход но для этого не позволяет площади денег больше нет я рассказывал на увеличение с двумя старыми домишками полуразваленными я платил за каждый участок в общем сумме плюс прихватизация около двух миллионов до 2 миллиона больше не могу и вот из-за этого белый олив у меня в единственном числе вот но он первого раньше всех созревает а чем раньше тем он как бы нужнее все-таки витамины он кистосладкий так у него у меня было дерево которое я когда-то вынужден был спилить она задичала капитально задичала у него молодости были плоды даже с легкой розовостью и как мне рассказывали говорили угощаясь гости из ростова слаще не вкуснее слаще ели вкуснее не ели вот это есть белый налив в невероятном разостое невероятно вот но я свой белый налив тот спилил когда он задичал от него потомство я убил своими руками потому что вы думаете я могу простить этим самым средством массовой информации которые учили что надо отрезать нижние ветки вот так я у белый налив у меня сейчас есть фотографии а я сделал учебную помните вспоминаете беру белый налив мертвый распиливаю поперек ран и показываю к чему приводят раны вот после этого я назывался патологоанатом а куда деваться да я патологоанатом потому что больше никто никогда в этой жизни я много знаю очень много знаю никто никогда не резал поперек крана и не смотрел какому дебилизму пришло наше садоводство это одна из нескольких основных причин почему у нас нет садов вот и никогда президент россии владимирович путин не знаю а он мне не обязан знать вот он не обязан все знать никогда не узнает почему у нас сорвалось сорвется и никогда не будет у нас то что мы называем импортозамещение то есть своих садов промышленник не будет сто процентов чтобы накормить себя а дачная помните же картошку и колхозы и мы сами а если бы мы не производили картошку сами лично мы бы с голоду бы умерли приезжаем пропускать советский алюминиевый завод у нас нет ничего и это тариф без без премии все а у нас дети а что нам делать а нам дали по 10 суток по картошку купили посадили осенью выкопали больше такое так вот так же можно с деревьями каждый будет иметь деревья и рынок будет забит этими самые и исчезнут эти импортные отравленные вот я сейчас вот я вижу еще не все деревья уничтожили в Саеноборске ну вот прекрасные яблоки груши вот и что вот поздней осенью еще продают у них нет отравы потому что люди вообще отравы не применяют в голову не приходит понимаете и все что вы читали вот там вот столько как сколько надо это каждый день травить вот это не для нас у нас мороз до ходилов прав у нас мороз расправляется с ними это я когда-то написал что генерал мороз генерал мороз вы это за нас побеждает но тогда и деревни сажает тогда остается их не калечить тогда все будет поехали дальше пробел на леве сказал казахстан привет привет виноградов привет знаете если бы него я не знал что я такой крутой с украденными у меня фотографии вся россия украла мои фотографии вот я уже перестал даже в каталог я уже не заглядываю уже знаю в трех из четырех или четырех из пяти будут мои фотографии я уже перестал даже скопировать там фотографировать заметили а все я тут сегодня фильм снимал для галкиного сада для того крупного сайта я тогда показал вот набрал специально набрал абрикос академик и там из первых десятих за учителей мои фотографии вот так вот вот так спасибо научили так здравствуйте оценка северный казахстан здравствуйте вот это все еще было до того как у нас были небольшие эти осложнения технические звук нормальные привет куцка марина кодина сознавайтесь это вы вот если бы не вы меня уже зубы на полке были бы это вы собрали со всех своих этих когда-то деньги на книги когда-то вот так продам только лично вам только подарки так теперь здравствуйте валерий вы говорите они однократно привозные саженцы негодны почему поможем ли посадить теплисты чтобы когда начнут распускать весной листы и все-таки привить на нормальные подбои короче используя как мазочное дерево получить на высота замечательно почти мичурин конечно можно нужно про это я уже говорил так а видимо вы спрашиваете про теплицу дальше не знаете что я отнял теплицу тех кто там выращивал эти помидоры которые потом гнили никто не хотел есть вот тепличные отнял и посадил там это 10 или 12 зубов этих персиков вымахали так что смотреть жутко вот поэтому у меня какой-то опыт появился хотя считалось что теплица это рассадник болезней а у меня вообще болезни нет а тонкости поговорим отдельно надо будет еще раз вернуться почему фамилиям ничего не говорит новичок но умный грамотный то не умный грамотный а соображающий поэтому значит привозная саженцы надо использовать как еще раз извините не могу я не рассказать сергей свое благословение выписывает с крыма саженцы по там штук 68 персиков и штук 6 яблонь все больше ничего персики умерли сразу если вы знать что не сразу умрут сразу пропасадили они мертвы это у меня уже лиза я у него посылку отобрал мне когда за деньги зарабатывать а там уже вот такие листочки были то есть они пока дошли они долго шли крым значит как крым это конечно россия но как бы это как дальше чем камчатка для нас граница географическая граница помните моста не было то все и вот получилось что перескемли сразу а с них надо бы черенки брать не успели а с яблоней мы по крайней мере попытались взять ну как не могли яблони сразу погибнуть а они не растут и не умирает и не растут и не умирает мне просто надо вот взять что это догадаться посадить теплицу их я не мог но все-таки яблони они так просто убить мне это надо весной посадил она не успеет замерзать зеленок возьму короче все деньги зря выбросил на персики на абрикосы но если вы все-таки взяли попробуйте с них допустим весной вы купили а я же сказал еще два раза покупал колновитки и с одной умудрился срезать веточку все-таки да и да они сейчас живы но им до сих пор высота полметра на десятый год вы понимаете это дерьмо это сопли это они с рынка но я веточку смог и ваша задача веточку успеть взять или купили и сразу 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 берете и отрезаете ветку этой же весной и привайте а то что внизу несколько почек это достаточно еще и лучше тогда лучше приживется получается невольно сильная обрезка второй момент да зиму могут не перезимовать тогда питомник сунут хотя бы одну зиму выживут приросты дадут отрезать и просто дальше питомники плодовым деревьям кроме персиков персики это экзотика кроме персиков делать нечего ни абрикосов ни яблоням ни грушам для них это гранит вот еще мой вариант 16 портик открыто и дверь открыт и ветер гуляет вот так это еще в какой-то степени может но ваша идея я одобряю на первом этапе так и алексей одобряет так вы повторяете многословить они поделали марина ну пожалуйста сайтов тысячи я не могу меня даже антон сапронов говорил значит краткость моих талантов я знаю вот я знаю но дело в том что меня нельзя исправить что я сделал краткость моих талантов я вам показал за все эти годы за три года что мы вместе третий год я вам показал десятки сайтов прям копируйте прям по моим этим остановили трансляцию копируйте и туда там все есть а замещение учить не могу я каждый раз клянусь что я буду это сам это как ну честно антон вареевич подтвердите я каждый раз говорю антон все я замечаю по делу может быть сейчас бы уложился но дело в том что так получается что у каждого своя аудитория понимаете я пробовал мне даже требовали чтобы я книгу такую написал не вне не это не записка за черного садовода а если бы я написал книгу там пестик тычинка пестик это самое подробнее немножко это что я могу рассказать кроме этих рассказов это же это же как назвать это 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 впечатление мое это это самое вот я могу сказать смотрите вот видите так случайно на экране вот эта яма моя каждый год такая яма полностью заполняется в ней я специально для вас говорю ну получается многословие в ней с двух с трех квартир еще с магазина мусор весь полностью включая бутылки полиэтиленовые бутылки стеклянные бутылки и все равно там 90 95 процентов это ценнейшие вещи ну бытовые отходы все это перегнивает показывал предыдущие годы огромные деревья рядом вырастают так вот что я должен сказать показать вам эту фотографию сказать значит забудьте про машины как они называются мусорные делайте как я вот сейчас так вот яму выкопайте и кладите мусор кто мне поверит я эту мысль вдалблю я своим родственникам не могу я принципиально приезжаю забираю у них мусор не класть ни одного не мы не будем у нас я дальше смотрите а дальше то что я не должен был говорить что у нас мусора закуплены мусора эти самые сжигающие заводы они уничтожат в окрестности всех людей там процент больных раком будет а ведь это не должен говорить сказать вот яму складывать а там хотите складывать и хотите опять в этот самый бачок или как это называется куда мусор носим вот а дальше когда они горят отравлено все на десятки километров уже отравлено у нас многие свалки горят по 30 лет в окрестностях на десятки километров огромный процент онкологии их никто не у нас нищая страна она богатая но как раз разворована у нас никто не может взять и этих самых людей расселить это даже выгодно тогда не надо тратить деньги на их лечение этих на не надо на новые больницы нет плевать а я должен говорить давайте у нас 23 миллиона дачи кусяцкого как же выкопать яму мы не весь мусор не сможем если мусор бы еще и промышленный тогда но мы так снизим нагрузку а у нас знаете что сейчас творится я вам хотел показать у меня фотографии вот они готовы вот а там фотографии посреди города мусор валят потому что у нас уже это парализовано а мы платили деньги я плачу деньги а все сюда до копеечки вывожу а если таких миллион а если 10 а мы можем таких у нас еще есть частный сектор это 30 миллионов и те 23 миллиона дачников и каждый такую яму имеет я каждый год новую копаю и нигде я ты клянусь богом богом клянусь что я ни разу не выношу уже в течение многих и уже не уже что-то пошел на годы ни разу ни одного мусора эту машину и там у меня фотографии сегодня еще раз покажу машина посреди этого посреди хутора я сфотографирую огромная импортная сейчас две такие огромные импортные машины своим ходом идут с москвы а город заваливается мусором и даже все это будет надо куда они его повезут у нас же все отравлено вот выход предлагаю на половину можно снизить нагрузку на три четверти а теперь скажите вот зачем я все это говорю многословие а попробуйте мне вот так вот я докричаться хочу я не могу иначе инфаркт хватит я же сам пример подаю а представим себе путин владимир владимирович где-то там у себя на даче есть же у него любимое место берет своими руками а почему нет это же защита от коронавируса физический труд свежий воздух выкапывать яму полтора на полтора на полтора но может побольше у него там мусора больше явно обслуга вот два на два на два три на три на три накрывает решеткой чтобы дети туда не падали вот как я и в течение года и пока вот давайте все это будем делать пока такое президент не придумает будет так же а это выгода машины купить у нас что деньги лишние в стране у нас люди в аварийных домах вы представляете сколько дома можно было построить новых если бы так делали а теперь скажите вот я пять минут потерял я не могу иначе марина скажите мне ради бога я мог ограничиться тоже сказать вот видите это делайте как я а я после этого пример привел еще и сайногорский все валят прямо сейчас посреди улицы контейнеры переполнены так что контейнеров не видно и поставили рядом шоссе я потом покажу подоград а машины еще и я тут только как я могу короче сказать ведь вы же мне пошлете нахрен скажите есть же машина мы скажем о том сколько она стоит валюте никому голову не приходит из-за этого машина можно несколько дома построить да современные да а куда повезут гробить то это самое и так уже сибирь уже людей почти не осталось это умудряется гробить целые реки вот вами это вы повторяйтесь так нужен совет садоводов я мульчирую смородину к и ай а ее нет и не растет начинает расти и листья засыхают узнала что она болеть грибок мульча заводится как быть не вообще надо разделить так что смородина ой это целый разговор про смородину короче она должна быть здоровая так вот и конечно если я всегда говорю помните мой совет если мы садим мы делаем яму небольшую но даже ее нужно заполнить этим землей так а эта земля должна быть стерильная а теперь я должен доказать почему а вот тут ответ уже сами подсказали болезни стерильная земля я придумал сто лет назад я сколько вам уже говорил об этом заполняете посадочные ямы стерильной земли сняли дерн еще ниже и там ниже это самое стерильная земля по моему это то и александр николаевич в вашем ролике это есть вот что вы так делали теперь значит в этой стерильной земли нет болезни и почему это я открыл двадцать первом веке до сих пор никто не это самое никому голову не приходит и опять давай туда перегнуть даже пишут навоз прямо через запятую навоз и много чего еще поэтому понятно да вот короче это марина не могу короче сказать что а как короче короче вроде некуда так как вы мульсируете смородину ряжу по поводу вашей груши это полукультурка или дичка 90 процентов годится на подвой врачеб минус трудоемкость выкопки ищите маленькую так но это все отголоски тех разговоров чумаченко приветствую вам домичурина когда москве пешком конечно куда же нам уж не обижайтесь понятно критику никто не да я не обижаюсь это вы чё думаете первые говорите что мне домичурина пешком вот однако мы через столько ввел новых сортов что вам не снилось а сколько вы и сортовы так разделяем это знаете как я даже знаю сейчас трудно устал подобрать сравнение у меня новая агротехника его агротехнику я показывал сколько бы вы не выводили новых сортов так это касалось его и это само дело том что у них масштабы были о поймите правильных что сравнить нас нельзя значит 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 так вот человек работает для того чтобы вся страна покрылась промышленными садами в одном случае у лысенко что было покрытие злаками покрыта злаками масштабы такие дачная причем не учитывается и никогда за нас за людей не считали это все для промышленности вот а там свои правила свои законы вот но на деле получалось так он выводит новый сорт лысенко и да а этот сорт на участке запоминайте и поймите и вы это как то как просто марина да не обижайтесь за этот день разговор и как я скажу да и не чурим и все нет слушайте сюда значит берется на маленьком отдельно взятом участке получается выражаясь 100 центнеров с гектара новый сорт теперь приходит комиссия посмотрели теперь берем а у нас же как помните как умножал марина извините я по-другому не умею объяснять вот помните как ракин объяснял один умножаем на 100000 так и на 100000 сколько будет так 1 на 130 помните 1 на 130 у вас много получается так тут взяли эти 100 центнеров с гектара и умножили допустим на миллион гектаром все на следующую и быстренько размножаем этот сорт и страна завалена пшеном в одном случае вот этим самым зерном садится пьяный тракторист ему нужно же не просто так а для этого можно выдержать попробуйте когда ска трактор скажет выдержать вот это вот расстояние заглубление вот получили не 100 тысяч не 100 центнеров а там 20 центнеров и с такими проплесцами тут растет значит зерно а тут дальше это самое как как какой-нибудь ковынь все все можно угробить понимаете так получилось из агротехники вывел мичурин новый сорт а дальше то почему стране нет этого я же занимаюсь своим делом не мичуринским мне не нужно скрещивать а сорт а и сорт б один является морозной а другой является вкусный или один является например как я назвать иммунный а другой не иммунный но зато вкуснее в сто раз скрестили получили а потом опять этой дебильной агротехникой помните не дай бог если это мичурин писал что в ноябре после установки морозов обрезку делал не дай бог если это он а если не он то и ладно но последователи то это все умножается тысячекратно и статей таких тысячекратно про зимнюю осеннюю обрезку вот и в результате вырождается сорт так и он не вырождается даже а его гробят так что вся эта работа подвижническая мичуринская работа пошла в нашей стране на смарку понимаете и моя часть моей работы это не выращивать новые сорта я их выращиваю но они уже вегетативные а это совсем другое это другое направление его нельзя даже сравнить с мичуринским он подошел к этому близко но ему или возраст не дал или еще кто-то не дал может когда вы это самое дали ему деньги дали ему земли дали ему назначили его этим самым академиком вот дали ему таких помощников что не дай вам боже вот 67 лет мог уже вот так вот пахать как это в волости и вот получается что и нас нельзя сравнивать ну как сравнивать допустим это сам морковку с допустим с этим с арбузом ну я даже не знаю как их подобрать сравнивать а я да я не первый кто говорите я мичурин и я сказал не дай бог если это мичурин давайте найдите концы не я эту статью придумал где якобы мичурин пишет про зимнюю а это подлость сама статья а не мичурин потому что все эти сорта можно вот этой агротехнике угробить а мы с ужас 100 100 вебинаров с вами об этом так много новых сортов дети сорта так в этом году не на яблони подносили только две ветки стало изучать и казалось ветки были перетянуты вичок и были подвязаны в местах переобразовались углубления почему перевязка сказалось на сбалышение потому что дерево это самое это то что вы видели случайного очень наблюдательный человек это здорово но перетяжка запасное слово вели основа она называется официально она признана официального агроприем называется удушение то есть дерево не хочет плодоносить обычно как его придумали для корень собственных деревьев привитые деревья как правило на 3-4 год это уже нормально бывает на 2-й год бывает на 1-й правда редко а уж на 5-6 тоже редко уже к тому времени вообще плодоносить а вот сенцевые деревья особенно яблонь и груши господи ждать то 10-5-10-15-20-25 лет я не преувеличиваю вот будет и расти и расти до гигантских размеров и только может быть на 25-й год взятие впервые зацвести тогда что придумали несколько способов калечие дерево одно из них называется удушение а вы это случайно заметили вот но да действительно удушение для дерева это страшно у нее же да по нему должны соки вот так вот так верхний сверху вот так вот сок должен это значит туда питательные вещества оттуда глюкоза кормить корни вот это все непрерывно и вдруг петля вот и показываете их или это уж не обижайтесь марина за мои как это эмоционально вот что ему остается так ну что видимо меня хотят угробить люди или обстоятельства что она там думает непонятно дай-ка я дам быстрее урожай дам потомство не для вас урожай а дам потомство сохранить свой рот вот такой ответ так выигрыша саженцы дорогие да может быть у вас может они уникальны у нас рядом сейчас петухники которые против него кап и цена 300 400 200 рублей нет не только я чем крупнее саженец и это взрослее тем он дешевле стоит это вы назвали предельная сумма дело в том что вопрос стоит ли они эти деньги или нет вот смотрите вы частные питомники давайте ильдус дойдем до конца не особо тоже интересно как питомник может продавать меньше себестоимости вы не знаете сколько денег тратит питомник на то чтобы вырос саженец на наемный труд на все на продажу на это на магазины которых он стоит я вас очень прошу до сих пор этого не сделал никто а у вас не только чтобы там интернете набрали а там их сразу сотня и выбирайте но правда не вы не знаете если у них сад а вы у вас рядом пожалуйста сделайте станьте моим сообщиком я уже не говорю сообщиком вот сейчас время такое что в это время сейчас еще последние яблоки висят груши висят вот придите в этот питомник не не пока не смотрите на саженцы задайте все два вопроса первое покажите мне сад взрослый откуда вы берете черенки и второй вопрос тут же рядом могу я саженцы вот эти за 250-300 выкопать сам рядом частный питомник а частный питомник он облизывать вас должен к нам приезжает сергей мы идем начали через сад а я я сам я люблю это делать особенно когда урожай а вот попро я буду людей такие они готовы тысячу отдать вот поверьте но это я же их не просто так женщина духи дегустирует понравился выкладывать такие деньги что саженец рядом с ними это копеечный считается мой знаете сколько за духи платят но она спира на себя попробовать так и тут а если там написано что это на лесная красавица на саженце а он перед этим попробовал уже вкуснее вообще ничего не бывает а вот в том питомнике лесная красавица он тоже вы только скажите дайте мне лесную красавицу тут же принесут пожалуйста два вопроса первый покажите мне сад я хочу увидеть это частный питомник когда вам скажут не положено значит это на самом деле так я не называю же питомник я уже несколькими разобрался сам как ну набираю этот самый я вижу длинные ровные ряды саженцы растут все потом беру шкаки именно растут покажет мне два видеофильма на одном полузамерзшие ходит ну прекрасные плоды все слева но я вижу что это слева уже не ну как покойник наполовину дала урожай ну ветки даже сухие не отрезали когда делали это фильм в одном случае и в другом случае еще что то все больше у них видеофильмов нету которые прямо в их самым а все до единого фотографии взяты из интернета а те дровные линии ряды это все что угодно кроме тех саженцев кроме там естественно я это вижу длинно ровные ряды но там нет абрикосов ни подвойных ни привольных вот ничего нет то есть частично свое продаем а деньги зарабатываем на привозных потому что это не надо на них деньги тратить только заплатил минимум цену оптовую и все а остальные деньги твои пожалуйста ильдус я вас умоляю ведь в этом выглядит ваше письмо как упрек мне лично понимаете но ведь вы же сослались на частные питомники теперь это также как прошел три раза с девушкой женись или поцеловал женись так и тут если вы уже значит решили со мной разобраться будьте искренне до конца у вас рядом вы написали рядом фотографии можете а я что делать а помните тот питомник который я раскручивал когда оказалось что он продает не просто саженцы он продает с моими названиями железово и козыряет этим кажется разенский назывался да было я что сказал давайте подозревать их ведь чем же мне с них этот самый вырастил саженец не мой а с того питомника под моим названием и прислал фотографии плодов под 100 грамм помните же несколько вебинаров назад я что имею что-то противоразию я наоборот восхищаюсь пошли мои клоны в серию сколько людей получит вот такие абрикосы ну барина не обижайтесь а как иначе объяснить сказать да я что я должен был ответить лаконично хорошо снижает цену до 300 400 рублей так нет раз по морде получил от индуса вот так и воюем пойдем дальше здрасте величайший садовод современности это все рония нет величайший садовод начал недавно свою карьеру садовод из привок черенков скелетной ветки взрослых деревьев черенков с тремя почками из множества привитых пришлось только несколько как в дальнейшем они будут неизвестно случае если они выживут из-за плодоводства просто такие какие будут урожаи таких прививок первые годы привал яблони и груши скудные или нет и сколько лет могут прожить такие прививки так если я не забуду у меня есть такие фотографии да или хотя бы поверьте на сон пятилетние ой нет это долго объяснить короче урожаи могут быть вполне обильными именно вот эти скелетные а основное дерево оно допустим сеянцево ему еще до плодношения ждать дождать а вы на нем сделали прививку так несколько прививок а эта прививка чуть ли не умирать собирается да чуть ли не умирать у нее биологическая совместимость частичная мы говорим на 30-летний подвой ой 30 градусный то есть на 50 градусов подвой привили саженец сорт который 30 выдерживал и мы надеемся что теперь он будет не 30 а хотя бы 40 а он в 20 сдох почему неполноценная биологическая совместимость значит мы не знаем какая она будет но есть такая хитрая хитрость дерево которое хочет и боится умереть или не хочется боится умереть она чувствует это она не ждет так как мы ждем несколько лет урожая а тем более если прививка взята со взрослого где со взрослого так не сеянца тут же на второй год должно заплодоносить несколько лет гарантированное плодоношение ну а потом как повезет биологический совместитель может так что дерево выпнет ее пошел ты эта ветка это не мое чужеродное вот а может она долго будет жить у меня и такие есть случаи и такие есть поэтому это вы нам потом напишите как на самом деле оно получится так у меня вопрос у нас в лесопосадках дикий груш не уплодом я выросил взрослых сенец и привил будет утром конечно будет во первых у вас в лесопосадках дикий груш не должно быть скорее всего одичалые нет может дикие но что такое слово лесопосадка лесопосадка как правило там живут одичавшие гибридные груши с мелкими да дикие но это не значит что она чисто дикая скорее всего генкультурности там есть и у вас прекрасные растут сенцы другое дело другое дело Ильдус тут вот что тут получается что пол сада надо иметь такого а пол сада надо иметь вот сейчас вспомните я вот не помню фамилия вроде имя или фамилия вроде бы знакомая не помню откуда чего вот там где вы живете допустим теплеще у меня тогда мои подвои это будет резерв главного командования например пришла 40 градусов зима у вас пол сада на ваших подвоях вот ваши дикие но все равно могут замерзнуть ну что что дикие допустим у вас достаточно южный район край достаточно южный они дикие-дикие но морозок если такой не обладают как мои вот эти сибиряки так тогда получается вторая пол сада надо иметь сороковой фонд то есть на моих подвоях если все нормально ваши даже может быть лучше потому что местные привыкшие урожаи лучше та полы на сада будет бывает а моя может быть даже похуже придет 40 градусная зима она прийти может куда угодно вы что думаете немцы почему бы нас не победили Волгоград 40 градусная зима и прощай армия с этого началась наша победа было бы теплая зима мы бы сейчас по немецки говорили а нет мы вообще никак не говорили мы бы не родились вот и получается и те нужны и сибирские нужны намек поняли добрый вечер Валерий Костыныч из ваших семечек вырастила груша и весной привила Ваших семечек вырастила груши и весной привила осенью пересадил на национальное место груши пересаживали из горшков нужно ли делать обрезку и пересадки надо было до весны подождать ну уже пересадили значит обрезку надо было делать почему в идеале, если уже совсем знаете как, она допустим полметра горшок у вас допустим 5-8 там литров и все идеально и вот такой ком нетронутый вы в ямку вставили в ямку, и еще той стороной света как надо, вот тогда вот так вот где там пометили, перед выкопкой тогда можно бы и не обрезать но представляете, что бывает мы не дошли до этого я еще хотел показать горшоки вот такое это господи, это стыдно говорить, лишний раз вот такие горшки вот такой толщины штамбы поверите, вот такие огромные саженцы в которые не вырастут даже в горшках, а обтискивают эти горшки корни тут уж совсем другое тут уже обрезать то, что я видел надо было даже не половину, не четверть не три четверти, а процентов 90 а так как ниже у них все уже ветки подрезаны в этих саженцах, то получается надо выкинуть видите как а в вашем случае вы должны решить как повреждались ли корни при пересадке или идеально получилось вот раз достали с комом в землю вставили, ну уже ладно осень, впереди зима тогда обрезку не делаем так что получается вопрос о витамине вот это вот я сейчас могу, естественно, открывать не будем начнется этот фильм и получится так, что я говорю одно а там показывают другое это я думаю так, что кому интересно будет тот вот так вот сделает и кому интересно ну я может потом и откроет то есть отдельно изучит спасибо за ссылку обрезку делают при пересадке чтобы уравнять корни с кроны на деревья я пересаживал с больших горшков а не выкапывала ну в общем мы долго поняли надеюсь так персики хасанские вы укрываете или выращиваете плицы значит все 30 лет персики хасанские я не укрывал вот у меня уже сейчас растет третье поколение не укрывал не замерзали наступает зима 2001 года жуткая, страшная а в то же время у меня получилось так что я остался все и в 2001 году я увольняюсь у меня впереди два вот таких полставочки в садиках жить не на что вот сами понимаете и мне пришлось мои персики которые уже плодоносили телевидение снимало главные редакторы в Красноярске приезжали мне пришлось на каждом все ветки которые торчали отрезать и это продавать вам же изувеченные деревья в 40 градусах зимы погибли я выросил я себе оставил второе поколение опять довожу до плодоношения несколько выражают опять 40 градусах зима опять все изувеченные вот теперь у меня то что осталось полживые кое-как восстановились так кое-как после еще двух подряд 40 градусов зим они растут так же и росли но я вам рассказывал показывал вы наверное не видели в прошлом году весной однолетние саженцы сеянцы именно я посадил отдельно питомник меня заела мою посыланию гордость потому что у шаломаев этот не питомник а под крышу под эту теплицу меня только из-за того 40 градусов зима каждый раз не повторяется но дело в том что шаломаев увеличил мои 4 раза мне стало интересно он подтвердил мою теорию что когда-то на земле сразу появились они крупные культурные не было никакой селекции была селекция дооборотов вичание там ледовые периоды и так далее но я решил тоже получить вот такие какие я получил я показывал в прошлом году однолетние посадил в этом году был первый урожай на второй год там с десяток их всего было и фотографии показывал грамм по 80 увеличились но никак уж ломая до 200 до 220 вот ради этого я сделал и второе страх куда мы идем я действительно могу потерять один раз и перчиков нет а уже и урожая в этом году не было десяток кости это не урожай вот значит я тогда решил пусть сидят хоть это не то что меня позорит но это как бы уровень ниже пусть у меня у Железова самого Железова сидят под крышей но при этом дверь открыта 16 рам этих корточек открыто она была слеплена из этих законных рам и каждой рам имела корточку ну дешевый вариант вот так вот выглядят абсолютно здоровыми если вдруг опять 40 градусов зима те добьет они восстановились половина погибло персиков которые на открытом воздухе я еще раз говорю только в прошлом году я впервые сунул страховой фон под крышу под стекло так ответил как мог привет чтобы дерево небес готова воды посадочной ям может укрыть пленка что используется для прудов не поможет дождь льет не снизу а сверху с неба не поможет вот погодите вы имеете ввиду как закрыть вы имеете ввиду дно посадочной ямы не поможет что-то другое имеете ввиду тогда я вас не понял так а дождевая вода будет пленкой оставаться это вопрос не ко мне так здравствуйте есть персиковые абрикосы историях известно да есть а создать абрикосовые перчики можно так же ваше мнение и перспектив такой работы значит что я вам скажу персиковые абрикос они очень дальние родственники например я считаю что вот персиковая слива у Мичурина получилась так персиковые есть такое помните я еще долго говорить то нельзя неудобно и этот самый когда встретились ежик с колобком помните это мультфильм тот говорит ты что небритый колобок а ты кто нысый ежик а когда появились нектарины кто-то сказал а вот слива это голая вот это наверное есть что нектарин придумали такое причем точно никто сам не знает предположение что это слива с персиком то есть там более-менее годится персик с абрикосом я вам скажу это такое когда вы видите в рекламе я это обжегся я это проходил все позади когда вы видите персиковый абрикос нектариновая слива ну то есть вот эти сочетания это будет или абрикос или слива то есть слова персиковая нектариновая второе слово в этом через тире это все сказки никто в этом не виноват понимаете я могу создать абрикосы персики но мне для этого нужно 10 миллионов рублей ну чтобы я мог в ближайшие 10 лет если не умру то работать доставать материалы специально этим заниматься вот профессионально так я могу выразить абрикосы персики вопрос то не в этом что их выразить вопрос что дальше никто не отменял не так из нас любители никто не отменял вегетативную гибридизацию и когда мы абрикосовые персики будем прививать на абрикос постепенно уже догадайтесь членских поколений от персика ничего не остается будем прививать на персики они просто замерзнут вот вот это одно а если взять по-мечунински вы не зря мордой меня откнули что Мичурин то это селекционер а ты кто а вот вывезете а он допустим создан его можно создать с помощью сближения Мичурин этим занимался практически методология есть пожалуйста 10 лет 10 миллионов рублей я бросаю все занимаюсь я обязательно это сделал настроение ментора это такая вещь которая постепенно постепенно их сближает и однажды и однажды вдруг персики опылят абрикосы или наоборот однажды это несколько лет повозиться что такое вы же конечно знаете одна элита не я вижу свежие люди есть это здорово где-то меня уже мордой не тычут то что я не селекционер старики так вот однажды или персик опылит цветочки от абрикоса или абрикосовая пыльца опылит персики и они дойдут до плодоношения и вот перед вами то что у Мичурина когда-то называлось царападос это был подвиг научный но не имеющий практического значения он скрестил вишню и черемуху скажите что между ними общего особенно если вишня вкусная крупная с черемухой черемуху тоже улучшили она тоже есть садовая а зачем нам гибрид между ними но если вишню кислую мы еще можем есть как-то не горстями но это черемуху мы уже есть точно не будем но мы можем есть черемухи пироги а царападос создал а теперь возьмем его будем прерывать на это и семенами садить или станет черемухой или станет и никуда от этого не деться это неустойчивый гибрид так назовем и как еще называется сейчас по научности вспомню расшатанное наследство вот расшатанное наследство нужна для создания новых сортов но новые сорта созданы будут это заработанные премии нобелевские какие угодно пройдет 5-10 лет а их нет почему я долго говорю ох Марина как я должен был сказать да нет пошел нафиг как в анекдоте ну поняли теперь я надеюсь что я сегодня это хоть и долго говорю и размазываю но по делу так Сергей опоздал а я уже с вами вспоминал между прочим так про перспективы я сказал А дальше уже не спеша знаете еще когда-то отдельно медленнее уже так сказать можете именно вот эти минуты еще раз послушайте еще раз тогда поймете меня я быстро говорю наоборот ругают старайтесь быстрее так Старую яблоню обновила четыре ветки от старого ствола а под одной ветки старый скот искрошился в дупле гриб сейчас гриб за стол бороться надо не подходите гриб это святое он жрет свое вот никак вы не что угодно делайте все меры принимайте вплоть до что придумали значит строители цементировать питание я не могу ничего он свое жрет сколько все ему положено у меня с грибами по 30 лет деревья живут а если бы я пытался их избавить от грибов им бы давно бы не было когда-то поймете добрый вечер вы паливали траву нехорошие люди и перешло на мой участок что перешло а огонь погасили соседи вовремя а это а выпаливали в смысле жгли траву но обуглилась сильно кора на яблони она растет в конце участка что последствия подлечить нет лечить не надо она или поврет как у меня сожгли тысячи деревьев ребята на мотоциклах так вот или те которые у меня выжили несколько десятков те у меня выжили помочь я же наблюдатель я ходил по мертвому саду на 95% мертвому вот у меня моих наблюдений хватило чтобы сказать огонь не лечится подлечивать ничего просто ничего не делать оставьте его покой так же как больному которого температура у которой нет аппетита его закармливают этим открою рот еще ложечку вот а не-не погодите давайте я ответил 12 лет это еще молодежь раз во вторых я ответил как формально а мы-то с вами 21 веке живем фотографию посмотрим может быть окажется так помните у меня как было все дерево мертво и вот это с самого низа а приводки мои настолько низкие что умудряются еще и ниже прививки фактически земли вылезти побег культурный и дерево восстанавливается пришли эти фотографии будем разбираться так если груша покраснела надо задуматься на что груша привита но я об этом говорил биологическая совместимость важный момент смотрите ли он это у нас как сказать очень толковый мужик как правило груша привита не на грушу проявляет несовместимость красными листами ну это то есть те которые вот это вот письмо написал про грушу он знает не знает сам на что привита ранним сбросом листья вылезти нереально заменить подвой уже поздно но берете черенок с красной грушей приводите нормальную грушу подвой есть шанс низ обгорел 30 низ обгорел 30 где-то не знаю я бы все-таки если оно действительно умирает именно умирает я бы оставил бы хотя бы ну что-то там над штамбом видишь бы ну так чтобы привитая часть оставалась видишь бы я вам такие показываю и пойдет что-то ну может быть его просто оставить в покое а вдруг обгорело не настолько чтобы оно не восстановилось но мы только гадаем в какой степени он обгорел поэтому самое ай поняли меня у нас были деревья красить чтобы защитить от зайцев косуль смотрите от косуль есть оград обыкновенная вот да они хорошо скачут но нормальная двухметровая ограда и уже коси и уже белить не надо калечить правильно хотя косулю конечно броди но это же не дикий сад а культурный защищенный должен быть от зайцев зайцев пролазит в любую щель вот я старый охотник когда у меня я только посадил деревья 2085 год я купил участок сразу посадил то что на рынке было а 86 весной у меня стояли обглоданные сливы и эти гонес и вишни вот я посмотрел три тропы три дырки на все три дырки я старый охотник повесил петли вот зайцев я не видел деревня голодная была кто-то их поснимал вместе с петлями вот больше хотя мне некогда было сайтовские алюминия выпускали я даже дырки не задел больше ко мне ни разу не лазили это варожский способ я согласен ну согласен я вот просто хороший забор зайцы не полезут летать они не умеют крыльев нет поэтому именно от зайцев и косуль защищать деревья покраской калечить деревья которые еще зайцы не трогали еще не калечили а вы уже их искалечен этого делать нельзя а да это я Кудин и Иркутс косточки получили спасибо Марина спасибо вам за то что вы смогли это собрать столько денег удивительно но недалеко от правосеверного поселка Калевала есть деревня Юж Козера я люблю новые данные которые раньше был садпитомник Добрыниный ух ты она общалась с Мичурином он давал совет и он сказал сейчас сад находится в опущении но меня сам факт удивляет вдохновляет Северная Карелия это самое неподходящее место для сада по моей технологии и там будет расти Мичуринские технологии если правда он учил это самое за что меня это самое говорят что не до него как до небес это ладно приятно что было такое приятно что общалось приятно что был сад вот в принципе Южная Карелия это такая вещь которая считается самой безнадежной в плане садоводства только из этого чертова ледника который не просто там лег сверху а который двигался через Карелию вот так северную двигался и сдирал всю почву а потом оказалось ох в других местах пусть дикая ябленька пусть задичалая пусть грушка вот где-то терн детей растет то есть зачатки сада будущего это же прекрасная подвое а в Карелии мол ничего и нету там вообще ледник умудрился с дерева содрать ничего вернем вернем так ну оставьте до весны все равно ничего не решите сейчас не трогайте про распускание листиков правильно и сейчас смотрите так Тимур Северная Карелия а не подскажите полистиченки сальции рябины десертные мечери нет это не ко мне рябины я всегда говорю у меня моя эти самые женская половина выращивает эти а бремени на все не хватает но обязательно вырастят цветы я говорю ну их-то их нельзя продавать их не будем мы лечисажинцы вырастим мы лишний рубль заработаем это я все здесь вращал нет красота спасет мир все и получается что пусть денег меньше но цветочки должны быть вот а уж тут рябина десертная мечери на гранату это все ну все это красиво все это здорово но моя задача накормить страну извините за одно это громко звучит но именно так Митюрин про обрезку не писал тогда для чего я просто поднял вопрос чтобы ясно было провокация существует кто-то сидит допустим хихикает а напишу я что Митюрин учит по наступлению мороза врезать деревья пусть у нас еще меньше будет помните мои первые слова это возможно и это провокация а Александр смотритель мы же грамотные если он знает что Митюрин про обрезку не писал тогда провокация и все-таки существует конспирология существует обратное течение лишь бы не было у нас садов спасибо Александр за вот эту фразу вот здравствуйте Валерия Митюрин и Горбанка была способность такая когда они шли мимо саженцев то показывали как писать садовы копить выбросить какие оставить и вязали наперед какие прерывутся какие нет причем делали это на ходу умеете или вы так если да то этому научиться не понимаете правильно да Митюрин да Горбанка поймите когда вы возьмете допустим выкопали у меня сотню кост но не повезло вам это я из реальных случаев беру многие же выписали 50 пошло приходит осень не надо Митюрина звать или там дух Митюрина можно там допустим с помощью тарелочки знаете как это называется тарелочка и дух Митюрина не надо чтобы он сказать а восьмой оставить Митюрин там вам вдоль тарелочки напишет да или нет даже этого не надо вы сами все увидите 100% нет двух одних саженцев а уж проще чем видеть саженцев осенью один полметра другой метр а третий метр двадцать у одного прироста вот такие а у другого метровая что там разбирать это это не только я умею это вы умеете просто вы Иван этого не знаете ну что друзья кажется мы пришли к концу сами потом убедитесь так ну что получается мы с вами закончили сейчас еще быстро гляну нет моих старинных знакомых тут среди вот этих зеленых фамилий ребрика нету может потом все таки посмотрят у меня ребрика это шутка ли сказать в одном журнале с профессорами печататься вот здорово так ну ладно свои свои ребята все заканчиваем разговор следующий понедельник встречаемся так значит с Вариной наверное расстаемся вот потому что я короче не могу вот до свидания друзья не забывайте вот сюда каталог зайти пока еще не исключено все это вот может быть еще найдутся желающие вырастить и самой научиться определять какие живучие какие неживучие вот до свидания спокойной 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 ночи до следующей встречи до следующего понедельника не забывайте